Как и обещала Мася, Мася вышла в эфир. Решила выйти за 15 минут, чтобы мы с вами вместе оценили победу. Так, что я узнала? Парней в лицо я так и не узнала. Молодцы! Ребят, радуйте. Мамка сегодня будет у меня поощрена. Итак, смотрите, какие у меня к вам задачи. Мася тренинг. Задача сделать... Смотрите, я про футбол вообще ничего не в курсе. Единственное, что я отметила, потому что мы до этого смотрели какой-то мировой футбол, вот здесь был. Егор, как этого чувака зовут с хвостиком? Бейлис какой-то. Бейл. Помните, я вам рассказывала сегодня про чувака крутого, который с хвостиком. Мне вот Егор подсказал, его зовут Бейл. Мне, конечно, сложно его запомнить, и поэтому я ассоциативный ряд провела Бейлис. Я назвала его Бейлис. Вот говорят, он крутой. Видела, видела его голы. Да, он крут. Так вот, что я отметила, какую разницу я отметила с нашими игроками? Это с учетом того, что я вообще не футболист, и сегодня для меня открытие было, что оказывается там 11 участников. Вот, все дела. Оказывается, 3-0, да. Вы представляете? А помните, мамка предсказывала 3-1, 3-1. Итак, наши молодцы. Болеем за наших, друзья мои. Ждем, ждем. Вдруг, а вдруг будет 4-0. Вот. Самое главное – это поддержка. Знаете, это как вот, помните, во время войны каких-то событий. Ведь русский человек отличается своей верой. Поэтому давайте верить в наших пацанов и то, что случится чудо. Должно случиться чудо. Еще раз возвращаюсь к теме моей рекомендации, пацаны. Знаете, чего вам не хватает? Это я не знающий футбола. Еще раз повторюсь. Не хватает. Я просто не знаю, как это в футболе правильно называется. Вот, то, что я наблюдала, когда там красненькие, беленькие играли с Бейлисом. Бейлис. Ну, с Бейлисом. Вот это. Недавно был футбол. Что я отметила? У них, я назову это техникой, наверное. Ну, может быть, я неправильно. Когда они, знаете, вот какие-то вот такие вот всякие штуки на поле делают. И ногами они это как-то вот разыгрывают. Я просто видела, как даже люди реагируют. А здесь как бы драйва нет, понимаете? Вот какой-то вот изюминки, какого-то вот трэша, например. Ну, чтобы смотрел русский футбол. И так, вау, вау. Потому что я видела, как люди сидели и наблюдали вот этот нерусский футбол. И они такие... Сейчас, погодите. Како удалю. То есть они всегда, весь матч держат в напряжении просто публику. А здесь как-то, знаете, так вот тихо как-то вот все там покуривают кальян. В общем, вот так вот. Поэтому, как называется, давайте, раз уж я вникаю в этот вопрос футбола. Как называется? Это, наверное, не техника. А вот как, когда они... Когда они ногами вот это вот какие-то выкрутасы делают и между собой разыгрывают партии, что ли. Вот, подскажите мне. Сейчас вы мне будете рассказывать про футбол. Вот видите, поэтому футбол и называют наш... Ребят, мы можем. Я верю, что мы можем. Единственное, что их вот надо как-то научить. Да, техника, финты. Извините, я буду периодически отвлекаться, банить вот этих вот людей, которые пишут. Дриблинг, слушайте, это слово не забуду. Вернее, забуду и не запомню. Белис, Белис. Как этого товарища с хвостиком зовут? Бели, Бели. Финты. Ну, в общем, вот этого как раз-таки нашим пацанам и не хватает. Как этому научить? Передача мяча. В общем, не знаю, как он называется, финты. Но где Зинаида? Сейчас я вам покажу. Я просто отсела, чтобы с вами встретить окончание этого футбола. Россия 4-0 вперед. Бейл, 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 да. Я сегодня запомню, я его все равно Бейлисом буду звать. Смотрите, я вникаю в футбол. Видите, там наши друзья. Мама Зина крайне нервничает. Ну, уже, знаете, в более расслабленном состоянии сидит моя Зинаида, потому что все будет хорошо. Знаете, что я ему сказала? Не дай бог, они проиграют. Говорю, будешь спать у меня на балконе. Потому что это неправильно проигрывать и ставить деньги непонятно на что. Я, например, против вот этих всех ставок. А он говорит, что так просто веселее болеть и интереснее. Ну, ладно, посмотрим. Саша счет почти угадал, да. Ну, в общем, у нас будет продолжение, потому что он там еще каких-то целую кучу ставок наставил. Поэтому я пришла к поводу, что мне нужно вникать в футбол. Какие у вас ставки? Как вы думаете, куда у нас пройдут наши футболисты? Вот до какого момента? Там же... А, кстати, вот я не понимаю, как проходит вот этот чемпионат. У них же... Так, сейчас я буду соображать. То есть, соответственно, команды сначала как-то у них, наверное, какой-то... Ну, сейчас, подождите. Ну, как-то их там распределяют по командам. Потом они играют. Кто-то выбывает. А, вот еще вопрос. Это была вообще тема. Никогда этим не занималась. Я не знаю, мне не нравилось. У меня папа всегда смотрел футбол, хоккей. А для меня это было вообще выстрел в голову. Ну, так как мой супруг, любимый мой супруг... Мам, помаши ручкой. Так как мой супруг решил сделать ставки и более живую... Такое... Более живое... Слово забыла. Господи. Что-то я сегодня совсем это... Ку-ку. Переживание. А, болеть. Вот, болеть за футбол. Вот. Так что мне придется вникать в все это дело. Нет, я вот это вот 1-8, 1-4, это я не понимаю. Это что? Вот сегодня это первая игра. То есть, если они... Кто-то сейчас проиграет, вот эти вот чуваки. Значит, все, они уже дальше не играют или играют? Играют они дальше или не играют? Или вот так вот и будет соединяться каким-то образом команды, которые вышли в финал? Вот. Лужники далеко, слушайте, я не знаю. Счет 3-0. И, знаете, какая-то вяленькая игра. Вот я, насколько смотрю... Мне всегда было непонятно. Почему я не смотрела футбол? Мне было непонятно. Выходят люди с мячиком, чего-то вот там делают, играют. Я никогда не смотря на футбол, вот честно. Ты любишь футбол? За кого будешь болеть? Безусловно, как патриот я буду болеть за Россию. Очень, очень, очень болею за Россию. Но, как говорят, что... Кстати, когда я сегодня вела прямой эфир, очень были плохие комментарии относительно нашей команды. Говорят, они там... Это... Не, не рукожопые, ногожопые. Слушайте, ну, может, у них получится, а? Давайте верить. Тухлая игра. Вот, тухлая игра. О чем я говорю, что... Не зная футбола и не понимая вообще, в чем там прикол. Ну, гоняют мячик, там все дела. Но... Нужен какой-то... Ну, знаете, как в боксе. Я люблю бокс. Вот бокс – это зрелищно. А здесь, как бы, я, вот, честно говоря, не понимаю. Это как-то вяленько все сидят, там что-то там побухивают. То есть, нет, знаете, вот этих моментов, когда... Вот это вот. А так, знаете, вот я смотрю просто на экран, чего-то как-то вот они бегают, что-то у них не получается. Ногами вот этими вот они как-то вот не умеют. Потому что я видела ролик Бэкхэма. Вот это было круто. Вот это было реально круто. Когда он просто с Кока-Колой на пляже, там эти три бака, и он просто... Это даже меня впечатлило, реально. Когда он раз такой, раз-раз-раз и забил далеко, попал просто вот в эти баки. Вот это круто. Просто это первая игра, это первая игра, поэтому и вяленько. Слушайте, я не верю. Я не верю за того, что первая игра. То есть, зрелищно, понимаете, должно быть эмоционально. Чтобы мы так, ну, вот такие вот какие-то моменты были, либо насладились каким-то вот финтом. Вот. Ну, в общем, ждем, ждем, ждем. Про корсет можете что-то рассказать? Слушайте, здесь буквально на днях я уже заказала корсет, потому что, ну, как бы заказала более... Меньше размер, и обязательно вам запишу ролик и расскажу. Вот. Сейчас я посмотрю на некоторые моменты в корсете, и обязательно все нюансы вам расскажу, подскажу. Так что ждите, скоро все будет. Так. А, кстати, да, вот по поводу стадиона. Мне говорили заядлые футболисты, что болеть именно на стадионе гораздо интересней, чем с телевизора. Что вы думаете по этому поводу? Я, например, разницы особо не вижу, потому что огромное количество людей, все чего-то там кричат, заходить, выходить достаточно тяжело. А так ты сидишь такой уютненький, как бы тебе это клево. Вот. Поэтому объясните мне разницу, в чем все-таки прикол сидеть на трибуне. Вот. Я вот это не понимаю. Так, на каком сайте вы их заказываете? Сейчас нашла... Это мы про корсеты сейчас. Сейчас нашла один сайт, вот хочу проверить. Угу. Проверю, расскажу. Ребята наши старались в хоккее в этом году, футбол, увы. Знаете, вот не могу ничего, к сожалению, прокомментировать, потому что с футболом познакомилась вот только сегодня я, поэтому я только вникаю в эти все нюансы, и поэтому учимся, учимся, смотрим. На стадионе неудобно. Вот я тоже про это говорю, а так где-то в каком-то заведении ты сидишь, ну как-то вот там чего-то попиваешь, вкусненько тебе, тёпленько, а на стадионе чего? Хотя, может быть, это как идея, орать можно и дома. А, кричат. Ну да, согласна, можно покричать, можно... Ну да, что-то в этом есть. А я думаю, на трибуне круто, там атмосфера супер. Вот я как раз-таки тоже хотела сказать, наверное, скорее всего, это именно атмосфера. То есть заряжаешься каким-то, знаете, вот коллективным драйвом. Не, ну вот, кстати, на стадион я не в жизни пойду. Мы, кстати, в этом, в Турции познакомились с ребятами, с футболистами. Очень интересно. И особенно Дима Оленичев. Всегда буду передавать тебе привет. Мы с ним земляки. Очень классный человек. Вот. Мы с ним очень долго общались, разговаривали по поводу, кто где жил, про великие руки. Так. Можно продать, можно продать. Так, не понимаю. Обзор на стадионе меньше, всё равно. Атмосфера, да, крутая. Наши продуют. Что вы сразу так негативно настроены? Я, например, считаю, что... Я пока не считаю. Я ещё только изучаю. Кабан огонь. Кабан вообще, знаете, какой классный парень оказался. Он мне очень напомнил мою подружку Танюху. Нереально крутой компанейский. И было ощущение того, что это, знаете, такой дружбан детства. Очень юморной, очень позитивный. И, знаете, на одной волне. Было очень круто. Кабан передаю тебе тоже привет. И надеюсь, что мы ещё потусим. А Танюха, с которой я ассоциирую кабана, она сейчас как раз в Греции тусит, работает. И, кстати, мамка обещала нам, между прочим, меня точнее, отпустить Танюхе на несколько дней. Одну. Чтобы я оторвалась и вывалила своего Альберта. Вот надо как-то вопрос этот всё-таки решить. Минута? Минута. Какой счёт? Минута осталась? Сейчас, погодите. Сколько я тут с вами болтаю? Точняк минута. А где Сашка? Ура! Наши счёт. Ой, знаете, о чём я ещё, кстати, здесь подумала? А есть какие-то, как это называется, традиции, что ли, когда побеждает твоя команда, нужно что-то делать? Я, например, так как жила в Петербурге, я знаю, что какие-то кричалки есть у Зенита. Сейчас, сейчас, сейчас вспомню. Синий, бело-голубые. Э, э. А ещё, знаете, что я увидела в Турции? Что ребята очень-очень дружелюбно между собой, независимо от какой команды. А почему-то болельщики дерутся. Тоже мне это ещё непонятно. Но, видите, ну, видите, я ещё только вникая в эту всю тему, поэтому... Поэтому... Четвёртый гол, что ли? Ребят, четвёртый гол. 4-0. А вы говорили, что они не умеют играть. Они просто... Как сейчас сказать? Матя, 4-0. Так я вот уже с ребятами, да, 4-0. Оле, Оле, Зенит Чемпион. Так, ребят, что нужно кричать, когда наши победили... Ну, не победили, а гол забили. Есть какая-то кричалка? Гол! Вот это, наверное, кричать. Или есть ещё что-то? Вася вникает в футбол. Вот это круто. Никогда бы сама себе не поверила, что я буду смотреть... А, ура! Оле, О... Нет, ура! Гол! Ура! Гол! Точно! Точно вспоминаю, папка так кричал. Ура! Нет. Что нет? Ура! И мне ещё... Оле! Ура! Всё. Я запомнила. Круто. И ещё мне нужно понять вот этот момент, почему ребята на поле дружелюбно между собой общаются, а эти болельщики иногда дерутся. И вот эти вот моменты происходят. Мне нужно вот это вот понять. Похоже, им заплатили. Да нет, проиграть. Я верю. Я верю. Я верю в победу. Гол! Ура! Всё. Отлично. Отлично, друзья мои. Ты такая смешная, мать. Вникаешь так. Ну, знаете, вот это вот вникание ещё не только потому, что мамка поставил деньги, а всё-таки патриотизм какой-то во мне открылся. Плюс я познакомилась в Турции с ребятами футболистами, вот, и поэтому мне это даже стало интересно. Они мне много вещей рассказывали, вот, поэтому я такая думаю, ну ладно, раз у меня уже теперь друзья футболисты, надо как-то вникать, а не позориться, когда я говорю. Ой, я у них такие вопросы спрашиваю. Я у них такие вопросы спрашиваю, просто убиться. Сколько поставили? Немного, не знаю. Я даже не спрашивала, я выделила на эту игру мамке определённую сумму денег и сказала играй. Он уже там наставил какие-то ставки, вот, и поэтому ждём. Я даже, кстати, не спросила. Жёлтая карточка, а что означает жёлтая карточка? Мне кажется, Мася не глупая, а показывает, что ничего не понимает. Ребят, нет, вот здесь клянусь, клянусь, и я не только, я даже не хотела это понимать и отрицала, потому что ненавидела футбол. Знаете почему? Потому что это с детства. Потому что папка закрывался, никакого внимания и кричал гол-гол, и вот эта вот сочина, чтобы никто не маячил, поэтому я возненавидела футбол. Наверное, есть в нём какой-то прикол. Сзади девушка подглядывает. Не-не-не-не, она не подглядывает. Это что? 5-0, ребята, 5-0. Мам, а сколько минут осталось? Всё, мы закончили. Мы закончили, ребята, 5-0. Ура! А, ура! Гол! Вот, видите, всё, я уже это выучила. А вы говорили, что наши жопоноги... Всё. Я поняла, ребята. Ты всегда поддерживаешь Сашу? Безусловно. Безусловно. Всегда поддерживаю. А как? А как наши сны? Ура! Знаете, я всё-таки чувствую какое-то некое напряжение вот среди наших русских о том, что они не верят. Не верят в то, что ребята могут выйти в финал. А вот я говорю, что вдруг случится чудо. Их единственное, что нужно научить вот этому зрелищному футболу, вот этим вот всем моментам. Всё, я это всё поняла. Я поняла. Нужно идти мне в тренера. Я их научу. Вот этой зрелищности. А, вот ещё говорят. С победой! Путин руками разводит. Так забавно. Забавно сыграли. Может быть, это всё-таки влияние Путина? Может быть, Путина сажать на каждый матч? А? А, ещё я, кажется, поняла, что этот футбол будет по городам России. Правильно я поняла? Только России? Или куда-то они ещё будут выезжать, потому что я смотрю, что... А, вот ещё мне непонятен вопрос. Это вот одна игра или какое-то количество игр, допустим, вот сейчас в Москве, а потом они куда-то едут. Так. Им нужно какого-то крутого тренера, чтобы он научил их всяким финтам. Всё, я поняла. Вот это единственный вывод, который я сегодня сделал. Плюс я узнала, что после гола нужно кричать «Ура! Оле!». Так, что я ещё узнала? Псковская область, да. Так, какие выводы из сегодняшнего? Аршу, Аршу на поле. Надо в телик смотреть, не сюда. И всё будет понятно. Так, а что вы туда смотреть? Им нужно зарплаты урезать. Так. Путина не надо оскорблять. А кто оскорбит Путина? Мась, провожи пальчик. Здесь без твоего пальчика. Нет, вот сюда нужно провожить пальчик. А, или, может, сюда. А то без этого... Мась, не заморачивайся. Иди победу отмечай. А что такое? У тебя что, обижают? Не-не-не-не-не. Говорят, я... Смотрите, 5-0. 5-0. Я просто вот с ребятами сейчас выникаю в весь этот процесс. Так, 5-0. 5-0. 5-0. Ребята, это нереально круто. Будем верить, чтобы ребята дошли до финала. Чтобы у них кубок стоял. Там же вот эти кубки выдают. Вот, еще объясните мне. Это только одна игра в Москве, и они едут дальше? Или какая-то череда игр пройдет в Москве? Казань будет? Все, я поняла. Значит, все будет по России. Все игры сейчас у нас пройдут по России. Саша Добытчик семейный бюджет увеличивает. Да, только он очень-очень у меня азартен. Поэтому я контролирую этот момент. 5-0. Я в шоке. Знаете, все почему? Потому что мы верили. А знаете, вера ведь творит чудеса. Дальше едут. Через это ваш пакт должен отработать еще в 5 раз. Все будет, все будет. 10 городов в Сочи будет. Так, еще раз. Значит, одна игра, один город. Правильно? А нет, череда игр. Нет, череда игр в России. А они сейчас в Москву куда-то дальше едут? Так, наверное, ругаясь побольше, тогда победа будет наша. Не-не-не-не-не-не-не-не-нет. Нет, здесь только вера. Исключительная наша вера. Потому что вера творит чудеса. А, да, да. Ага, вы супер. Все, я поняла. Значит, они... 12 городов. Все, я поняла. Значит, они сейчас из Москвы поедут куда-то. А есть такой момент. Это же, наверное, до этого как-то надо играть-играть, чтобы попалось сюда. Вот точно. Точно, это 100% так. А, завтра в Питере матч. Ё-моё. Оптимист? Конечно. Конечно, оптимист. А знаете все почему? Потому что если ты веришь... Вера – это вообще исключительная сила. Как говорит моя мамка, есть только то, во что ты веришь. Если ты веришь, что у тебя все хреново, что нет любви, там, у тебя все плохо в жизни. Знаете, это вот этот настрой получается. Так и получается у тебя в жизни. А если ты настроен, что у тебя будет все хорошо, значит, так и будет. Вот. Так, на завтра 16-е. Мам, а ты на завтра ставки сделал? А? На завтра ставки. Так. Завтра мамка тоже поставила на что-то. Не знаю, кто там что играет. Так что мы завтра так же продолжим. Так, все. Пошла отмечать 5-0. У-у-у. Это круто. Ребята, верим в наших друзей. Кто сейчас говорит это по телевизору? Мне еще надо фамилии всех выучить. Ага. Ты красотуля. Спасибо огромное. Фу. Все. По телеку, когда показывают. Мася, да-да-да. Да я не знаю еще. Вы что? Я еще только изучаю их всех. Они делают так. Все. Прутяк, давайте. До завтра. Завтра еще будет один эфир. Также за 15 минут. Будем изучать. У меня возникнут новые вопросы. Вот. И вы мне будете это все подсказывать, рассказывать. Все. Друзья мои любимые. Пошла отмечать. Пить чай. Ура. А, кстати, вопрос. Во сколько, во сколько, во сколько завтра будет игра? Потому что нам нужно будет этот культурный буквы еще завтра провести. Вот. Ладно, сейчас все узнаю. Вот. Все. Люблю вас. Маська, с вами. Все. Спасибо. Ура, ура, ура. Наши самые крутые. Вот. Россия. Россия. Оле, уле, уле, уле. Ура, 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 ура. Все. Видите? Первый урок сдан. Я сделала выводы и выучила все. Чувствую. Ага.